Друзья, всем привет из Голубийской. Едем в Тимрюк сегодня, мимо Коза хутор, по делам по различным, по хозяйственным. Едем с Татьяной Викторовной, посмотрите. В общем, нужно подготовиться к поездке в Крым. Мы все-таки собираемся, вроде бы, в октябре купить курицам корм, там, короче, что там еще надо воды купить, да. Вот, делаем вино, соки, сейчас надо из винограда делать. Короче, это все надо успеть. Редкие выходные бывают, поэтому вот едем. У нас в Голубийской не все есть. Вот, кстати, вот, постоишься мне надо тоже перед Крымом, чтобы там не позориться, да, не ходить. У нас в Голубийской не все есть. Вот даже, которая, знаете, у старого магнита я не могу уже попасть два года, друзья, два года. Вот до чего она популярна у нас. Очередь. Я как не зайду, вот у нас свободное место есть на четыре дня, там, например, там, или там на пять часов вечера и так далее, и так далее. И я вот туда зайти не могу никак попасть. В общем, сегодня прокатимся, посмотрим тут, может быть, какие-то цены удастся показать. Вот здесь вот мы обычно берем фон для собаки. Тут у нас как раз, вот рядом с Голубийской, буквально тут, ну, наверное, километра три, вот, темрюк начинается. Очень удобно, просто очень удобно. Все можно купить здесь, не заезжая даже в город и так далее. О, кстати, мне еще пару банк надо взять. Вот, новый, потому что все, мой сдох, без него. Телефон вообще долго не живет, заезжается моментально. Давайте, кстати, посмотрим, как все у нас по бензину. Так, 92, 54 рубля 15 копеек, это у нас в Руснефти. 95, 59, 65. Ух ты, а там еще и за 61 рубль ездил в Руснефти. Ну, да. Ну, это подешевле, чем на Луколе. А на Луколе же, Татьяна, есть там какие-то скидки, да, получается? Ну, да, эти бонусные карты, там, наверное, какие-то покупаешь. Тебе не в Руснефти? Нет, у меня есть. Есть? Поэтому как по кругу получается, как на Руснефти, да, наверное? Да, в принципе, да. Ну, это, наверное, так везде сейчас. Так, вот, кстати, сейчас я вам покажу жилой комплекс. Тут много наших зрителей жилье купило и спрашивают еще про него. Вот я там еще не был. Это упущение. Надо, кстати, зайти, посмотреть, как там обстановка. Вообще, хотя бы по территории прогуляться. Может быть, кому-то в гости напроситься, кто, друзья, там живет. Я уже контакты вот эти все теряю. Ну, не могу держать в телефоне. У меня память небольшая здесь, и приходится все удалять. Напишите, кому можно напроситься в гости. Снимем обзор, что тут за квартира. Вообще, люди спрашивают. И вообще, может быть, уже за это время все выкуплено. Даже не могу сказать. Вот здесь вот именно как раз дорога идет на железнодорожный вокзал, который обещали. И вот здесь, ребята, мойка есть, кто спрашивает. Так, выкуп авто, запчасти, прокат автоприцепов. Да, прокат авто вот здесь, кстати. Очень важная тема. До моста. Вот часто люди спрашивают. И еще один прокат есть там подальше. Так, тут тоже наши ребята вот купили дом. Палыч, привет. Здесь вот они рыбалку организовывают. Смотрите, рыбу ловят постоянно. Прямо на Кубани. И вот он, красавец Тимрюк. Может быть, кому-то будет это интересно. Вот насчет автопарката я тоже вот постоянно забываю это снять. Очень важная тема. Надо почаще в несколько видео, наверное, это все размещать, размещать. Люди приезжают, когда сюда, особенно сейчас будут зимой, осенью дома, выбирать участки. И машина своя просто необходима. Без машины, ребята, здесь тяжеловато. Вам придется эти такси заказывать. Это еще на целый день нужно. Ну, вот эти все прогулки, поездки. Поэтому берите машины. И вот, смотрите, практически в прямом режиме мы доехали до центрального рынка. Может быть, сейчас где-то здесь и посряжемся, в первую очередь. Парк у нас здесь, кстати, великолепный. Вот он спрашивает летом, куда с детьми пойти и поехать. Обязательно вот сюда приходите, погуляйте. Одно удовольствие просто. Он у нас новый теперь и с дизайном. Кому-то старый парк нравился, конечно, в том числе и мне. Но тут деревья просто погибли, к сожалению, по какой-то причине. И вот мы уже все у рынка. Смотрите, как это все близко. Как будто ты в Голубийске живешь и тембрюки одновременно. Поймать куда? Сюда? Попробуем. Давай, может быть, найдем парковку. В тот раз вот меня здесь постригли хорошо тут. Как-то все быстро, так четко. Но и девушка, наверное, узнала. Улыбалась там всю дорогу, слила. Вот, посмотрите, друзья, какой тембрюк у нас в октябре. Тоже все в розах. Посмотрите. Тут климат даже, так можно сказать, потеплее, чем в Голубийской. И в верхней части у нас тоже. Ну, хотя местами тембрюк тоже большой, конечно. Там есть и солнечные стороны, есть и теневые, так если сказать, северные, южные. Вот, посмотрите. Для нашей зрительницы я тоже немного покажу здесь, что происходит на юге вот так вот, да? В октябре. Так, друзья, все. Теперь можно ехать на юг, посмотрите. Обкарнали. Нормально. Но у нас, кстати, тоже погода теплая. А вот, не как в Крыму, конечно. Хотя там тоже самое сейчас. Я смотрел специально по прогнозу погоды. Сегодня будет 24 по прогнозам. Но хотя прогнозы тоже разные. Есть такие, где 19 градусов, хотя у меня уже на градуснике сейчас 20 градусов в тени. Куда-то Татьяна Викторовна у нас еще идет. А, на кофейку у нас тут пила. Как кофейок, кстати? Да? Тут пекарня. Всякие разные булочки, пиццы. Ну, нормально в город, да, приехать? На ПП. Пошли. А у нас есть в Голубийской что-нибудь наподобие такого? Да. Да? Хлебное место. Хлебное место, пекарня. Возле магнита на Восточном. А ты куда еще хочешь идти? В Треннике. Да ладно, новый в Крым, что ли? Ничего себе. Вот такие дела, друзья. Так, ремонт одежды у нас тут есть. Татьяна Викторовна переживает за меня. Говорит, что там будет холодно в Крыму, да? Так. Где мы посмотрим, друзья? Раз мы что-то попали. Сейчас стой здесь. Сейчас я подъеду. Здравствуйте. Так, вот смотрите. В общем, тут я вам ничего особо так не могу вам показать, да? Да вот такие вот. Сейчас самое. На огород. На огород. На огород. Это из этих, из 90-х, да? Как раньше были, помню, такие. Ну, давай тренники были с лампасами. А вот, друзья, смотрите. Люди в черном. Даже с каким-то малый был. Вот правильно, да? Не как подстрелили. Не как подстрелили. Не как подстрелили, но хоть по длине нормально. Нормально. Ты ходишь лишний, как в этих бриджах на резиночке. Давай. Ладно, берем. Все. У тебя есть шнур с собой, кстати? Который к телефону. Так он ТФС простой. Да. Все, выходим, друзья. Еще можно купить, конечно, такие тапочки резиновые, да? В Крым. По этим ходить. По гальке да камням там, да? А, у тебя же есть такие, да? Да, есть. А у вас. А я буду сразу нырять там в эти камни. Головушек, которые не души. Все, прибарахлились, друзья. Теперь можно и в Крым ехать. Отлично. Едем дальше. Куда едем-то? А что там делать-то, Тань? Опять по твоим погулям? А, понял. Татьяна Викторовна говорит, все для меня. Ну, конечно. Не просто погулять по магазину, как и обычно, да? Да, тебе штаны купили, там, тебе провода, тебе пауэрбанк. Нам тоже что-нибудь. Но вы отдельно, Светлочка, идите без меня. Тут с вами на целый день тут надо ходить. Все, выезжаем. Очень красивый город Тимрюк. Посмотрите, дорогие друзья, тоже немножко прокатим у вас здесь. Много разных тут скидок есть. В общем, ходить и переходить. Те люди, кто купил здесь жилье, я считаю, вам повезло. Потому что и Голубийское рядом, а Азовское море, оно же не каждый день вы будете там ходить, гулять. Ну, как люди, приезжие, думают, что вот я буду целыми днями на море сидеть круглый год. Ничего подобного. То есть здесь больше цивилизации, чем в Голубийской. И все близко, просто все близко. Вот мы захотели, да, в Тимрюк, вот он. Вы захотите на море, тоже маршрутки ходят. Вот, пожалуйста, кстати, автовокзал, рынок наш местный, вот он. И сюда приходят маршрутки. От Голубийской это все рядом. Можно до Центрального пляжа доехать. Можно туда, в район Кавказ, она даже ходит. Выбор здесь огромный, вот на этом рынке. Мы сегодня, я так понял, не пойдем на рынок, да? Овощи, фрукты. А, на Терлецке. А, на Терлецке. У нас тут их два, друзья. Этот вот закрывается где-то в обед. Но не все, конечно, ну так вот, в большинстве своем. А Терлецке он работает до 8 часов вечера. Это очень актуально, кто вот так вот тоже на море отдыхает. Здесь Голубийская греха за миском, там, за чем-то таким. За овощами, за фруктами. Вечерком аппетит разыгрывается после моря. Стадион здесь есть. Крам великолепный, вот прямо здесь недалеко. В общем, очень хорошо. И много магазинов, там, перекресток, там, и так далее, и так далее, и так далее. Все, что вы любите. Стройматериалы. Выбор тоже большой. И вот такой городок, смотрите, тоже. И есть и новостройки. Как я вам показывал, есть и старые такие домишки. Посмотрите, какой огромный стадион. Великолепнейший. Постоянно здесь игры проходят. У нас в Голубийской, кстати, тоже стадион есть. Наподобие такого. Приходите, кто будет отдыхать у нас. Занимайтесь спортом. Можно и ходить, и бегать. И паразитная дорожка есть. Скейтпарк такой есть. Там тренажер есть. В общем, хорошо. Вот здесь у нас есть, кто технику ищет какую-то. В Голубийской вы не купите. Потому что у нас там, ну, есть какой-то ларечек. Так, по мелочи можно купить что-то. Это в верхней части, где рынок такой. Ну, даже не ларечек, а магазин. Вот. Но кому надо что-то посерьезнее, конечно, вот в Темрюк. Вот Диана Викторовна хочет в центр зайти большой, да, в какой-то такой. Там получше, да, что-то? Или просто поинтереснее погулять сегодня. Выбор, по-моему. Так. Посмотрите, тоже озеленение здесь все есть. Перекусить можно. В общем, не такая у нас дура, друзья, вот, кто будет в наших краях. Вернее, бывал давно уже. А вы не узнаете ни Темрюк, ни Голубийскую. Точно так же, как у вас в городах. Смотрите. Как-то я уже здесь делал обзор такой, но, может быть, мы с вами еще как потом зайдем, как будет повод. Вот эти шнуры постоянно летят у меня. Тут я рисунки таскаю, надо тоже взять с собой машину. Очень удобно, такие мягкие. Кстати, тут есть даже три банка. У нас Звербанк, ВТБ, Коммерческий банк. Смотрите, кому надо в Темрюке. И даже белорусы здесь меняют валюту. В Темрюке, в Голубийской не поменять. Кстати, очки здесь вот подбирают тоже. Вот здесь Татьяна Викторовна с Ильичкой и очки покупают. Смотрите, один плюс один. А, это Лиза, оправа. Патриар, работа, подарок. О, кстати, тут и парбанки есть. Надо уже брать бесконтактную зарядку, если телефон позволяет. Вот, друзья, посмотрите. Здесь я хотел себе такой взять, но у меня на телефон не идет. Вот беспроводная зарядка, очень удобно, магнитная. Она клеится к телефону сзади и очень удобно. Но придется такой проводной брать. Так, мы сейчас все-таки еще пауэрбанку здесь возьмем. Где-то тут еще имеется электроника какая-то. Да, Тань? Да. Смотрим. Заодно вам покажу вот этот магазин. Смотрите, какая-то встала вот здесь. Вот зачем Татьяна Викторовна сюда и едет. Я в этом уверен на 100%. Единственный входной, надо погулять, да, Тань? Походить. Да, можно было без меня, а, с Ридочки-то уходить. Так, магазин электроники. Сейчас подберем что-нибудь. Да, жаль, конечно, на мой телефон не подходит такая зарядка. Жаль. Очень было бы удобно. Пристегнул ее так на магнитик и все. А, вот они здесь, наверное. Вот мой старый, он уже так сдох. Не хочет работать как надо. Ну, так-то отслужил. Так, хотя мне кажется, что-то не понравились они, едем в другое место. Посмотрим. Вот посмотрите, да, как с ней ходить. И нужно все посмотреть. Кстати, друзья, нашли вот здесь, вот в этом китайском магазине. Такой фурбан, как мне надо. Вот смотрите, Леран у нас тут тоже есть. Это не реклама, друзья. Просто мы тут что-то тоже брали. Я уже забыл, что, но он работает. Ничего пока не ломалось. То ли чайник, по-моему, что-то такое. А, да, еще забыл. Вот комбайн кухонный мы брали. Тоже здесь и работает. Нормальная техника. На удивление. Ну, цены были очень хорошие. Такие прям порадовали вот в этом плане. Почему мы здесь и взяли. Даже в морозилке тут есть. Вот это хорошая вещь, друзья. Кто будет переезжать вот сюда на юг, он точно пригодится. Сломалась, поменяем у них. Вот такая интересная тоже есть услуга. В общем, а, то есть еще. Тут даже баллы, да, начисляются, вот что мы покупали. Телевизор, оказывается, ты здесь еще покупала, да? Да. Да, интересно. Трех месяцев надо использовать. А, то есть уже пролетело, да? Ну, вот эти сейчас можно будет использовать, а те, да. Ага, понятно. Ну, и что там? От 1000 рублей тебе, да? От 1000 рублей до 50% магазинов походу. Скидка. Интересно. То есть половина у Пауэрбанка у тебя как бы скидка. Ну, ничего себе. Ну, что, мы идем сюда? Мы поехали на рынок. Да я не знаю, куда хочешь. Ну, если по-быстрому ты что-то хочешь купить, то лучше здесь. Нет, я не куплю до скидки. А, ну тогда без меня. Тогда без меня. Так, едем дальше куда-то. Еще там курицам закормим. Вот так вот, друзья. Бывает редкий выходной. Приходится по всяким мелочам тут бегать. Оплаты там различные и так далее. Ну, желательно, конечно, это все без меня бы по этим магазинам. Все, друзья, выходим наконец-то. Едем. А погодка какая великолепная. Сейчас будем на пляж. Кто сейчас нашего зрителя тоже встретил, мы оказывается здесь работает. Привет большой. Тоже поговорили, кто когда купается. Красота. В общем, можно ехать спокойно. Я вчера видео снимал. Можно ли ехать в октябре? Пожалуйста, смотрите. Очень тепло, очень хорошо. Конечно, кто-то не может купаться, но вода сегодня должна быть где-то градусом 19. Поэтому спокойно можно еще плавать. Недолго, конечно, нежелательно. Но смотря у кого какое здоровье, люди у нас бывают и по часу не выходят из воды. По крайней мере, позагорать точно можно еще. Вот какое-то тихое такое местечко найти от ветра. Кстати, и про стоматологию спрашивали в Голубийской. Есть у нас стоматология. Вот. Тоже такой семейный центр. А в верхней части Голубийской. Но что-то более сложное есть и в Темрюке. Темрюк рядом. Иногда бывает проще сюда доехать. Тут просто вот как с парикмахерской. Выбор больше. И могут вас взять без очереди, без какой-то и так далее. Поэтому обратите внимание. Вот, к примеру, Роза Лексенбург 55B. Это вот на будущее лето. Часто очень зубные боли бывают и так далее. В отпуске. Так. Оказывается, мы едем на рынок. Из-за того, что Татьяна Викторовна хочет вкусных каких-то овощей купить. Ну, пока натуральных еще. Натуральных, да? Да. Не как в магазине, да? Вот как в магнитах там продают, пятерочках. Все-таки. Довезут же там недозрелое, скорее всего. А потом по этим с баз, по магазинам разводят. Поэтому на рынке еще можно купить такие овощи. Наши вот именно. Потому что вы все видели, я показывал вам в видео, что вот у меня кубника созревает, да? Помидоры созревают. При желании у меня бы еще огурцы росли в теплице запросто. Но мы просто не занимаемся так, прям таким сельским хозяйством. Но вариант есть. Спокойно можно высаживать. Все будет расти. Зелень будет у меня всю зиму. Я тоже показывал в видео. Парнички сейчас налажу к осени. И все будет вот под этим южным солнцем. Поспевать, дозревать. Петрушка, там салаты различные. Лук, укроп. Здесь, друзья, у нас даже есть кинотеатр. Кто хочет вот так из Голубийской приехать, что-то подвлекать детишек там маленьких. К темрике есть кино. Можно посмотреть там 3D даже, по-моему, есть, да? Да, он маленький, но он хороший современный кинотеатр. Хороший современный? Да. Какие годы современных? Он уютный. Там же делали ремонт. А то я думал, ты 12 лет, когда из Питера, но переехала. Нет, вы делали все. Да, делали. Риточки нравятся. Да, конечно, нормально. Надо будет тоже сходить. Когда мы последний раз перебивки на кинотеатр? О, я не знаю. Надо сделать культурный досуг. Да? Семейный, так сказать. Ну, а я не против, я тоже бы хотел посетить, конечно. А может, мы, кстати, если попадем в Ялту, друзья, кто будет в Ялте отдыхать, есть вариант посетить театр. Татьяна Викторовна не хочет? Нет, я не понимаю. Театр имени Чехова. Да, а я все мечтаю. Я как, какой год уже не могу туда попасть? Вот мне все там не получается. Эти экскурсии, там же разнообразие такое. И вот все мы не можем дорваться. Вернее, я не могу. А что туда? В общем, посмотрим, кстати. Подписывайтесь на канал, если повезет, зайдем туда, в этот театр. Но там театр есть свой, на набережной, когда у них вечером танцы. И я там тоже вам поснимаю, попробую, если будет, там Симка-то может какую-то удастся купить с интернетом. Стрим запустим оттуда, и я вам покажу настоящий театр имени Чехова. Он именно на набережной. Как там люди зажигают, как танцуют. Я, наверное, процентов на 20 еще еду в Ялту, чтобы за этим понаблюдать. Вот именно за этой картиной. Там крымчане такие, ребята, молодцы вообще, отдыхают вот с душой прямо. Зажигают эту там толпу, которая ходит туристов. Красота, в общем. А вот рынок Тирлецкий. Сейчас мы тут по-быстренькому проскочим, закупим. Видео у меня отсюда есть. Сейчас я не буду снимать там, чтобы не удлинять, потому что здесь, если зависаешь, то тут часа на полтора. Вот. И товары можно здесь найти такие интересные. Смотрите, людей много. Но парковка есть. Можно найти всегда практически. Если нет, там чуть-чуть вот туда вперед проехать. Там будет свободней. Иногда бывает, можно просто во дворы заехать. Ну, как обычно, вы в городе живете, знаете все эти хитрости, тонкости, да? Вот, спокойно нашли. Тут тоже же где-то в Гербанг был, да? Банкомат. А, РНКБ, теперь РНКБ, банкомат. Кто спрашивает сейчас, где деньги снять. Посмотрите. Так, Татьяну Викторовну отправим, друзья. Пусть она идет быстренько, купит там помидоры. Вот. Мы в этот раз не будем с собой брать ничего. В поездку, наверное, там, из перекусов. Раньше, когда с мостом не было вот этих проблем, мы брали с собой. Поэтому вот как-то так. Сейчас поотвечаю на комментарии, пока она ходит. Посмотрите обязательно про этот рынок видео. Очень хороший рынок, Терлецкий. Выбор просто огромный. Кстати, уважаемые зрители, подписывайтесь на группу в Телеге, на Телеграм-канал. Все самые свежие новости о Голубийской жизни, о Голубийской. Вот как раз здесь. Канал Деревенский Заколхоз. Друзья, посмотрите. Вот, под каждым видео я оставляю. Вот это все. Тут все свежачок. Вот это видео вы, допустим, увидите завтра. А чем я сегодня занимаюсь там, да, и вообще в Голубийской, тут в Телеграм-каналке, что происходит. Вы можете увидеть прямо в эти же минуты буквально. Практически в режиме онлайн. И также вы можете оставить свои там какие-то новости интересные. Летом группа эта была вообще активная. Там люди как раз делились между собой вот этими всеми лайфхаками. Где что купить, где там что, как, куда, когда ехать там и так далее, и так далее, и так далее. Очень полезно. Летом она вообще, я думаю, будет, разовьется за эти два летних месяца. Там 1500 человек у нас там бралось. Я думаю, следующим летом будет гораздо больше. И гораздо будет там полезней. Поэтому я ее на зиму оставлю. А на зиму, конечно, зачахнет немного. Но ничего страшного, подождем лето. Так, а тем временем неугомонная Татьяна Викторовна уже метнулась второй раз. Куда-то там вот купила хурму, мандарины, перцы, помидоры. Вот эти, кстати, вот их мариновать-то, вот смотрите, эти пальчики. Красный перец, зеленый. Петрушечка, там что-то еще. Насмотрим. А, огурцы, да, да, видно, хорошие огурцы. Так, вот такие дела, друзья. Ну, это, конечно, повкуснее, чем в магазине бывает. Это, кто в городах живет, вы понимаете, о чем речь. Ладно, ждем ее. Я думаю, еще на море сегодня прокатимся обязательно, посмотрим. Так, все, Татьяна Викторовна, я надеюсь. Ты все, Тань, да? Да. Или еще побежишь? Нет, мы сейчас за водой, но единственное, что... Еще надо куда-то, да? Как обычно, как всегда, бегом на ходу. Нам этот, пауэрбанк, она звонила. Ага. Она забыла шнур к нему положить. Ага. Я могу завтра-то, в понедельник. А, еще и шнур к нему доходу. Интересно. Так, что взяла-то, расскажи. Сыр-косичка. Косичка, да? Лаваш. Местный все производитель, да? Морцовый дождь. Угу. Творог. Фарш. Сегодня будут фаршированные перцы. Интересно. Фаршированные перцы не было. Все, зелень, помидоры, огурцы. Королек-хурма. Как я люблю. Шоколадный внутри. Ага, ну я уже понял, да. Теренки. Все, едем. Попробовала я, кстати, мацони. Оно как сметана, друзья. Вот я люблю здесь на рынке брать молочку. Ну, тоже на любителя. Есть жирный творог, есть обезжиренный там, и так далее, и так далее. В общем, приходите обязательно в Темлюк на рынок. Это своего рода такое путешествие у вас будет интересное. Южные рынки везде интересные. В Ялте, в Краснодаре, там, в Анапе. Везде посещайте. В каждой станице он своеобразный такой. Даже в Кучегурах я удивился. Был рынок. Тоже у меня видео есть. Фантастический просто. Поэтому заходите. Обязательно. Кстати, дешевле, чем на рынке. Ты без магазинов не можешь? Нет. Ну, вас-то надо... Заехали друзья за шнуром, которые не додали упор банка. Татьяна Викторовна еще у нас прикупила, да? То есть, нас чем-то надо кормить. Ну, конечно. Я же потом ухожу в командировку на три дня. Интересно. Ладно. Раз видео затянулось, я тогда, наверное, не буду показывать, как мы воду берем там и курицам кормим. Прокатимся к морю сразу. Просто видео уже длинное получается. Из-за этих покупок разных. Жарко. Ладно, ломается. Так я и думаю, что-то у кого-то курки. Включай кондиционер. Это как рубашка. С утра тут у нас лежит. Выезжаем. Шнур, кстати, коротенький такой. Посмотрите. Он как запас будет на экстренный случай, если кто-то сломается. А они часто летят в последнее время, эти шнуры. Что-то качество какое-то не очень. Да, из Чемрюка даже выезжать не хочется. Вот сейчас у нас золотая осень начнется. Так красиво будет. Кто сейчас приедет к нашим краям, вам, друзья, повезет. Вот здесь погулять. Вот видите, листья только-только начинают подать у нас. Невероятное время. Вот почему и в октябре мы любим ездить в Крым. Именно по этой причине. Там тоже золотая осень начинается. Вот такая красота. Пишите все-таки, куда бы вы хотели попасть. Там Бахчисарая, может быть, Севастополь и так далее. Может быть, получится куда-то заехать. Маршрутка идет как раз в Голубицкую. Еще вот здесь покажу вам по пути Рыболовецкий магазин. Тоже частый вопрос очень. Где купить снасти в Голубицкой? У нас там был магазин, но он то работает, то нет, непонятно. А вот здесь вот вы будете, если в Чемрюка, когда выезжать, есть Рыболовецкий магазин. Ну и вообще на рынках есть. Ну вот по пути в Голубицкую я имею в виду. Вот, посмотрите. Вот, пожалуйста. Все для отдыха, для рыбалки. Вот там вот рыбалка у нас есть, в стороне Тимрюка. Вот, видно, человек идет на рыбалку с уточками в рюкзачке. Прикупил. Бань. У нас, кстати, в этом году прогулки на катерах организованы. Следующим летом они тоже будут. Вообще красота, конечно. Видео я оттуда видел. Тоже всем советую покататься. Невероятные места у нас, конечно. И вот такой жилой комплекс. Пятерочка уже работает. Дом сдан. У нас, кстати, строятся тоже апартаменты там. Голубицкой. Ну, посередине между Голубицкой и Тимрюком. Свой пляж у них. Надо будет тоже туда сходить, потому что люди просили показать, как там обстановка. Уже этажи строятся. Поэтому дело идет быстро. Я думаю, может, и к весне уже и готово будет. Вот этот комплекс моментально построился. Сейчас технологии такие строительные. Моментально все делается. Корма, кстати, вот мы тут берем, но можно купить дешевле, когда уборка пшеницы есть, затарится. Мы в этом году не успели. Что-то прозевали этот момент. Там прямо горы пшеницы. Можно приезжать, брать. Это если кто-то там скотину какую-то держит. Птиц, как мы, очень полезно. Но я еще летом, почему говорю, заходите на канал. Я высаживаю пшеницу на зиму. А зиму. Вот. И кормлю все зиму их пшеница. И они яйца несут. То есть зелень круглый год получается. Вот как эта трава, она растет. Зеленая. Круглый год у нас практически. Точно так же и пшеница. Вот здесь у нас огромный выбор. И для маленьких утят, курят тут для всех. И для больших. Перепела, несушки. Что будем брать? Просто пшеница есть? Смотрите. Просто. Желтая. Для собак есть. Вот, кстати, тут цены. Всем приближу. Смотрите. Индейки, свиньи, пушные звери, даже телята. Козы, овцы. В общем, для всех. А вот тут вот уже и Голубицкое. Ну, недалеко тут. Поэтому все удобно. Даже для бани, для сауны у нас тут есть. Магазины, кому надо. Вот здесь, кстати, тоже хороший магазин. Тут вот для велосипедов. Если кто-то будет приезжать в Голубицкую, там, колеса прокнули, там, или еще что-то, кто велосипеды с собой везет. Вот здесь, прямо рядом с Голубицкой, есть магазинчик. Тоже очень много вопросов по нему, друзья. Поэтому я и говорю, заходите в телегу, подписывайтесь на следующее лето. Вот в телеге быстро-быстро вот эти все вопросы можно узнать. Где, что, как, купить там быстро-быстро все. И машину отремонтировать и так далее. Вот что надо по Голубицкой ездить, да? Посмотрите. Интересно, он по песку попрет. Вот, напишите, друзья, кто имеет такую технику. Ездит ли она по песку, вот, по нашему, по Азовскому. Так, ну вот, затарились тут немного. Посмотрите. Пока мы ездим, как раз для Диночки, для Куреи тут все. Дина, наша овчарка. Как бы, есть за ней кому смотреть, когда мы уезжаем. Но все равно я делаю альтернативную систему, чтобы они голодными не остались. На всякий случай чистый, чтобы вода у них была. И у курицы, и у собаки, и у кошки. В общем, все на автомате. Все работает. Они у нас уже знают, когда мы уезжаем там. Где, как кушать там. Обедать, где завтракать. Все, осталась вода. И, в принципе, едем на море. Кстати, здесь вот есть крымская вода. У меня, как я тоже летом спрашиваю, где я покупаю. Вот, посмотрите. Вот она, крымская вода. И как лимонады такие, не сладкие. Очень хорошая вода. Так. Раньше мы возили с собой из Крыма. Вот там брали прям такими упаковками. А сейчас вот хорошо можно либо заказывать, либо здесь вот берем. Вот в этом магазинчике. Смотрите. Вообще нарадоваться не могу. Просто постоянно берем. Так, все вроде бы, мы все купили. А жара невероятная, друзья. Просто невероятная. Сейчас это не получится. Я даже занырну. В море обязательно. Сейчас мы съездим на пляж, все-таки. Так, берем биспакеты с собой, да, я так понял, уже в дорогу. Не хотел я, конечно, затариваться. Ты же, а твой рячий обед. Рячий обед. Но ничего, кофейлки все равно по-любому будем брать. Термос, да? Термос, да, я открываю. Все, поехали на пляж? Я заодно. Искупнуть жарко, блин, невозможно. Голубицкая. Сразу настроение поднимается. У нас, кстати, еще развалы с овощами работают. Что интересно, не закрывается пока. Но тут цены, конечно, недемократичные. Лучше вот съездить куда-то в Старотитровскую стрелку, кто будет. Или же вот кто из Крыма едет. Славянск на Кубани, друзья. Запоминайте, оптовый рынок. Сельскохозяйственный. Там есть такой. Там можно дешевле купить оптом, ящиками. Как раз вот вы едете куда-то там в свой город, затариваетесь. Все родственники будут довольны, все друзья. Купите ящик там чего-то, да, там яблок. За копейки там что-то по 500 рублей ящик, да, получается. Да, там яблоки нужно по 30, по 40, по 50. Да, там даже поторговаться можно. Выбирайте и выбор огромный просто. И никакие... В общем, все по пути. Славянск на Кубани, запоминайте, сельскохозяйственный рынок. Заезжаешь просто туда, затарился в багажник, все, поехал дальше. Вообще никаких проблем нет. А мы раньше покупали еще... А проезжаем где-то Новгородскую область. Раз, яблочки, да, поспевают. Прям выходишь, пробуешь с дерева. Вкусные попадаются вот эти, знаете, лесные, хорошие такие, настоящие старые сорта. Ароматные. В машине едешь до Питера, помнишь? Да, ведро груши. Такое вкусное. Груши, фантастика. Причем, смотрите, лайфхаки такие. Все, заезжаем в Голубийску. Сейчас мы заедем на молодежный пляж. Я сейчас все-таки занырну, потому что в этом Кутюбрюке что-то мне запарился очень. Так, смотрим Голубийскую заодно, как у нас тут дела. Людей, конечно, немного. Вот я снимаю видео тут каждый день, стараюсь по возможности. Ты спрашиваешь, есть ли у нас... Пекарня? Ну, пекарня. Ну вот сейчас дальше. Ага, вот Чижик, Красно-Белая, Светофор, Аптека, Озон. Вот где магнит, фикс-прайс, да? Где фикс-прайс, пекарня. Вот в магните, можно сказать, да? А, вот, хлебное место. Она круглогодичная, хорошая, пекарня. Там выпечки, десерты, кофе. Кстати, магазин открылся здесь вот именно тоже. Детская одежда, друзья. Заходите туда. Там тоже наш человек работает, наши зрители. Поэтому помогайте, у кого будет возможность. Кстати, Татьяна Викторовна говорит, у нас из ДЭК открыли. Представляете, СДЭК. Это можно сюда заказывать, кто не хочет в машине что-то везти. Там лодку какую-то, резиновую большую или так далее. По СДЭКу переслать в Голубийскую. Здесь получить. И там, или скутер какой-то. Я не знаю, ну, что угодно. Так, смотрим. Зоопарк. А вот зоопарк у нас все. Закрылся. Ну, уже, конечно, понятно, тоже он до последнего тут держался до октября. Интересно. Кстати, вот тут рядом, недалеко, у нас еще столовая открылась, уважаемые зрители. Я тут тоже вот последнее видео показывал. Тоже наши зрители открыли. Она будет круглогодичная. Потому что у нас и гости приезжают поесть негде, и рабочие приезжают. Вот, кстати, ребята ищут, видно, заблудились немного. Так. И кто-то еще приезжает к нам. А мы сейчас вот на молодежи здесь, естественно, развернемся и припаркуемся. Интересный человек работает с этими вещами. На центральном пляже тоже у нас работает кое-что. Ну, да, реально солнышко припекает. Вот здесь вот. Ну, у нас сегодня и ветра как бы нету, что ли, получается, такого в Голубийской. Видите, какая тишина. Да. Солнышко печет. Татьяна Викторовна говорит, она, оказывается, в нашей группе сидит. И говорит, она в Крыму не будет ходить много, как Эльдар. Там по 20 тысяч шагов. Нет, нет, это не для меня. Как раз таки, вот это, стул машины, это мое. Я понимаю, что это плохо, но вы уже видите. Ну, в Крыму-то там будет... Я где-нибудь под кустик там лягу, пока вот туда, на обратном пути я высплюсь. Ладно, посмотрим. Посмотрите, дорогие друзья, что здесь происходит. У нас сегодня люди купаются, загорают. Ну, действительно, сегодня погода такая, конечно. Блин, вообще по кайфу. Друзья, вообще невероятно хорошее время. Просто невероятно хорошее время. Вот. Настоящий бархатный сезон. Прямо к бабушке не ходи. Бархатный сезон. Сейчас будем заныривать. А вот там вот я вам сейчас тоже приближу немного пляж. Красота. Просто, друзья, красота. Вообще невероятно. Посмотрите. Замерим сейчас температуру сначала. Так, друзья, посмотрите. Температура у нас воды 19,3-19,2. Все, она выше-ниже не будет падать. Температура наружная 27,6. Но здесь я держу градусник на солнце, может быть, из-за этого немного. Но на солнышке припекает. Тут мы познакомились, кстати, с ребятами. Как вас зовут? Олеся. Олеся. Мы из Москвы. Из Москвы. Николай. Николай. Это вы тоже, значит, иногда заходите на канал, да? Поверили из Москвы. Узнали меня, да? Да. Ваш канал нам очень нравится. Поэтому мы все время в теме, что происходит с голубицкой. А вот расскажите, пожалуйста, вы, получается, в Веселовке были, да, вчера? Да. И волны. Да. Волны закручивались. Я хочу просто сказать ребятам, кто будет ездить, там, когда что, будьте аккуратны. Тигуны. Нам предупреждали. Там предупреждали, да? Местные жители предупреждали? Нет. Ну, там просто люди аккуратнее говорят. Очень важно. Это, ребята, вы не вставляете. Там грязи, там, село в ветру мазались. Мазались прямо на берегу, там, да? Вот это вот. Ну, грязи намазались и в море, и все нормально. Но там очень большие волны все равно были. Блин, но все равно это кайф, да? Нарадовались, да, наверное, накупались. Там, по крайней мере, хотя бы медуз не было. Угу. У нас тут медузы откуда. Ну, да. Ну, черное море, в чем хорошо. Там медуз нет, ну, там волны, все. А здесь море спокойно, но медуз полно. А спокойно у нас ветра. Видите, когда южак, там волны. А когда у нас юг, вот такая тишина. И наоборот. Море тепло, это тепло. Нырять будем, скажите? Будем, конечно. Ну, не нырять, как поплаваем, побарахтаем. Просто медуз много. А так море вообще тепло. Ну, медуз, это уже ерунда, друзья. Это вот у нас здесь. Там в море-то нормально. А здесь... А где они купаются? Вон они. Вон они купаются. Да это здесь у нас прибой, это ерунда совсем. Нет, море очень тепло. Да, конечно, да, но это... Так, ну что, занырнем? Вы со мной или отдельно? Здесь, в Мерега. А, ну ладно. А я туда немножко проплыву. Я уже долго просто не плаваю. Так, по чуть-чуть. Вода вся... Нет, народ купается. Ну, здесь уже давно, с утра народ купается. Ну, все равно надо уже вытираться, либо долго в воде не сидеть. Потому что вода, вот 19,3, да, я сказал? Да нет, вода нормально. Мы в прошлом году были в ноябре, и в мае мы приезжали сюда как-то. Купались нормально. Так, отлично, все. Татьяна, сделаешь кадр, да, как я занырну сейчас? Так, держи. Все. А я чисто так не буду не дать. Топа, а глянь. Топа, глянь. Топа, глянь. Топа, глянь. Друзья, вот смотрите, мы сейчас поплавали, здесь у прибоя медузы есть, а там море практически чистое, ну единичные случаи такие там. Но у нас они не опасны, вот на Черном море, кстати, они живые и опасные, реально. У меня там 2-3 дня ожог не проходит, а здесь они уже такие дохлые. Они уже дохлые, да, но море сразу такое. Блин, кайф, да, согласись, да? Вообще бомба, блин. Сейчас вообще как будто лето будет такое, жарко. Тань, ты пойдешь? Не, я не ходила. А что ты? Надо Крыму готовиться, смотри на ребят, они объездили, все. Я говорю завтра домой. И в Суко были, да, получается, вообще везде. Завтра домой уже. Блин, ну повезло хотя бы последний день солнечный, да, такой? Мы тут охватили все дни солнца. Все дни, у нас все солнечные были. У нас только один день попался, когда дождь был, и только после обеда, да, где-то после двух у нас. Ну да, 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 думаю, провели этот бой, этот бой ходил в этот день. Ну, бой ходил в этот день. Ладно, ребята, передавайте привет. Спасибо вам большое, вашему каналу, деревянский колхоз. Всего, удачи вам. До свидания. Всего, до свидания, до свидания, удачи вам. До свидания. Вот такая, друзья, остановка колубийская, просто кайф, я не знаю, даже медузы эти осенние, но их этой осенью вообще тут практически мало, но очень мало, друзья. Так, всем удачи, еще раз счастья, до свидания. Просто рада.